так мы можем стоп можно здесь посмотреть ящики аналог показывают на себя чтобы открыть ящик надо было вперед наклонить странно как-то фелисия дебил а дав авеню ты 1204 сам короче там адрес номер счета такой-то уважаемая мисс дюба настоящим уведомляем вас что вы не выполняете обязательств по внесению регулярных платежей по вашему личному кредиту остаток кредита составляет 24783 доллара из них 3481 должны были быть внесены к 1 августа 19 года данный платеж просрочен с этой даты многочисленные запросы выполнения платежа и предложения реструктуризации долга остались без ответа если мы не получим указанную сумму 3481 доллар к 30 августа 19 года нам придется начать процесс обращения взыскания на предмет залога именно на сам судно под названием дюков милан прошу отреагировать ой блин смотри там лодка и пресс это это вот эта точка которая была на радаре чем нужно напряжение это не береговая охрана пренебрежение рыбацкая лодка похоже так это не береговая охрана береговая охрана значит мы не арестованы что нам теперь делать так уверенность молчи и разберусь беспокойство что-то не так я разберусь ничего делать не надо я капитан и я разберусь без тебя и тут у нас изменились отношения или что или стал стал я тревожиться просто все ясно ну и зачем они плывут к нам и зачем они зачем они плывут так близко злость уплываете внизу дайвера беспокойство дайте сделайте крюк у нас внизу дайвера вы нам лодку повредили видели посмотрите мы можем от легко уладить не волнуйся что скажешь баксов 10 хватит понял виноват пусть будет 20 ай ну блин хочешь сказать 30 можно чуть конрад разошелся тут 30 баксов а этот парень одноглазый я иду во банк не намерен шутить а тут наши ребятушки погружение устроили ну понятно трупы есть на самолете видимо сравнительно он недавно упал затонул потому что просто не остается на самом деле ну людей на затонувших кораблях там потому что под водой там всякая живность и в общем там исчезают тела скажем так ой 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 вы видали чуть не зацепилась интересно а если бы зацепилась этой фигнёй я прям с перепуга в кнопку пропустишь дала зафигачил графоний погнал оп какая-то блин как какое-то видение опять чет ей поплохело в этом видении графоний аж фпс немного проседает ну красиво сделали они воду опа это что было стоп 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 а это и то же самое понял какая-то картина картина хрен пойми нас называется опа это что такое там какая-то записка джулия стой тебе придется снять всю снарягу не надо там очень тесно а вдруг и застрянешь без ребризера легкомыслия 1 50 обеспокоенность может это немного опасно давайте легкомыслия чё там труба какая-то делов сейчас она туда залезет все хорошо и назад серьезно я просто беспокоюсь и тебе не бойся рискнуть и что у нас изменилась смело щедрость волнение хитрость это присущие виде моей эмоции мне просто непонятно изменились отношения ты сюда заходишь я не вижу по ползункам чтобы что-то сильно тут поменялось но окей может туда частенько так заходить не надо ну просто ну такой бы такая большая надпись появляется всегда так так чё это такое фу блин необычная сме ножка как она назад будет вылазить вперед она плывет блин это еще гребаная записка успел нажать квадрат и это чё такое нормуль если совершишь ошибку это конец у нас всего один шанс алекс тут как тут так вызов я знаю что делаю беспечность все хорошо промолчать давайте промолчим потому что тут выбор такой агрессивный цела только не делай так больше я чуть инфаркт не схватил и тут записка у нас идет поиск область поиска 1 чисто как в принципе область поиска 2 и 3 написано самолет спасательный вылетел с американской базы служба воздушно-спасательных операций летный план тип полета визуально поисковой полет тип в с и поисковой поисково-спасательный самолет б-29 опознавательный код тра-та-та неразборчиво ковальские вылет авиабазы сша неразборчиво остров пункт назначения тоже неразборчиво мне кажется этот самолет искал корабль как раз наш летел на помощь кораблю кей что двигаем дальше будут еще что-то мигает фига это пуля наверно патрон все-таки здоровый калибр следы по всему фюзеляжу про это балдеет когда это увидеть свой патрон пуля пуля пардон попавшая шлюпка найден секрет так это работает у нас кстати тут уже несколько найдено секретов это у нас пуля зенитного орудия всего 50 секретов кстати в игре можно найти но тут видимо в зависимости видите соединены получаются такими линиями эти кружочки и скорее всего в определенных действиях мы находим определенные секреты скорее всего так это работает также у нас летный план был найден окей продолжаем осталось под водой вообще обалденно вот сейчас прям мне очень нравится то есть до этого было как-то ну обычно этот края это красивый эпизод еще он напоминает мне uncharted ну если вы помните 1 когда подводная лодка там была и по ней нейтан дрейк шарахался так это чё такое то труп пока не нашли его можно развернуть что-то держит что-то держит в руке это какой-то кулон с фотографиями видимо дорогих близких ему людей скорее всего там девчонки какие-то нарисованы так еще раз ага можно повторить в общем-то эту процедуру с поднятием этого кулона но это мне уже не так интересно интересно что есть еще почему-то они тут на месте тусуют ага вот дверь какая-то давай проверим там что ли кашляет кто-то в курс изменен джули открыла дверь в кабину с помощью power хэда а можно было не открытие вот какая штука али взял power хэд в погружение то есть мы могли вообще по ходу не взять этот предмет и могли не открыть дверь вот как она тут прям несколько действий мы совершили которые продолжают в общем-то наше приключение офигенчик у него с пистолет в руке ох ты блин нафига так делать океан стал макрея тогда так пилот и второй пилот наверное в авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось то нет дырка в голове там гляньте там видно ее со всех сторон в общем попали они внутрь а чё тут курс изменен стоп во время погружения нож алекса не был использован вот так вот странно а если я не взял наверно палку с собой мы использовали нож вот такая вот история я так я думаю так чё блин происходит они начали подъем надо отсюда выбираться срочно ухты здесь акула темно-перая серая акула мы ей не интересны поплыли слава богу я думал сейчас будет файт но у меня есть нож если что темная пюре акуля так что у нас тут курс изменен во время погрузения алекс нервничал окей что с тобой что-то не так но я не уверен я хотел кое-что с тобой обсудить но сейчас не лучшее время так чё ты трепешь тогда и мозги просто беспокойство ой ой ты такой странный или кокетство встал важный вопрос да неважно давай уже подниматься паранойя серьезно что случилось веселье божий алекс дайте ладно промолчим так а что тут обновлены опять отношения и хитрость волнение щедрость смелость подымаемся тут можно видимо было выстроить немного по-другому диалог ну откуда там другая лодка и чё они там все ли там все ли там в порядке плановая декомпрессия что за хрень нам надо подниматься стой плановая декомпрессия так надо сделать из пухта мой брат осторожно черт ладно ага если б я декомпрессию похоже не сделал мне наверху было фигово но так может брат погибнуть паника плевать поднимаюсь не уверен слишком долго давайте это не уверены слишком долго еще несколько секунд все можно давай давай что здесь такое ничего такого все уже нормально они там жарили шашлык или чё зашел небольшой случай нашим барбекю боже а мы думали яхта взорвалась ну я действительно так думал за месяц за что вы платите океану тревоги что там за лодка была то это в принципе тревога ну за что вы платите океану давайте за что вы платите океану тут проходила рыбацкая лодка она задела ваш трос а вот что это было рыбаки не обрадовались так что конрад от них откупился и они уплыли неважно пустяки вы лучше скажите чего-нибудь нашли ну мы нашли самолет и он гигантский там столько всего к сожалению не потревожить его нам не удалось как почему вообще из-за троса все плохо начнем с того что кабину там больше нет просто не знаю что сказать кабины там больше нет мне нравится то что пока что все живы из этой компашки знакомитесь с нашими искателями приключений алекс и его младший брат брэд плавают с крупной рыбой как бы их тут не сожрали и джулия любовь всей жизни алекса а он ее любовь а конрад храбрый парень не так ли или может быть самоуверенный а вот и капитан флейс сильная решительная упрямая как будто между ней конрадом что то есть будьте уверены вы помогли им принять решение которые еще порадуют открытая особая возможность интересно что это такое и знаете вот этот эпизод с этим хранителем напоминает мне стоянки лучше это red memory вспомните там получается тоже мы как бы общались постоянно с психологом ну по сути мы рассказывали там историю вот но опять же не буду спойлерить там есть определенные сюжетные твисты так что лучше поиграть но сцена для очень очень схожа он реально целый мы как в прошлое попали ух ты ну то есть в такое альтернативное прошлое в другом измерении где все на дне морском и вокруг рыбы водоросли и акулы простая рифовая а я все равно испугалась а конрад там разве не собирался принести нам еще пиво может подумал хлеб нудлеровка потом напился а как напился так и про нас забыл то есть подобный феномен уже наблюдался я за ним годами наблюдаю поищу прикольный рассказ джулия я внизу оставила можешь глянуть так вообще мы за джули вроде как должны играть судя по тому что ну да да мы за нее играем так серьезно что-то не так дружелюбие эй давайте дружелюбие уточнение что-то не так восторг вот так опыт давайте уточнение что-то не так и правда не просто все нормально мне можешь сказать как есть но я я просто волнуюсь нашим будущим и все что дальше колебания тоже об этом думаю оптимизм счастливое будущее то есть счастливое будущее оптимизм что грустить я думаю дальше у нас будет долгая и счастливая жизнь вместе правда знаешь ты лучшее что со мной случалось так вопрос чего это вдруг романтика и люблю тебя ну давайте с чего это вдруг ого ты чего это вдруг не знаю просто мне хорошо а куда все делись пойду гляну а ты тут подожди так обновились отношения и в общем то тут полоски никак не двинулись сдержанность смелость волнение эгоизм эгоизм у нас тут присутствует эй а где мой брат я думал наоборот скажу ему что я люблю его и начнется короче жара странно я как-то отвлекся идем поищем идем что нам искать там одна блин палубы то и о так строгость господи конрад азарство береговая охрана здесь давайте азарство патруль там береговой патруль что что наркоту за борт за борт наркоту живыми не дадимся так какого хрена джулия серьезно это сейчас глупо было а точно пила я уже несу тюк блин опять отношения обновлены стойте что у нас там востоке сдержан смелость эгоизм эгоизм дальше процветает просто появляется эти отношения с кем поменялись отношения вот я хочу посмотреть с фиас флис еще хуже стали ё-моё ну надо было наверно промолчать в этой ситуации хотят все на не оценирует умер там береговая охрана наркоту за борт как будто у них там реально кокса там килограммы на борту так ага ага принесует я и внесу а чё у нас тут на фотике тут знаете еще какая штука а чё нельзя им взаимодействовать опа служба воздушно-спасательных операций остров конуин этот а это мы тут знаете еще какая штука тут параллельно идут получается ну время не останавливается когда ты смотришь какие-то предметы вот получается то есть вот мы просматриваем допустим вот видите какой момент то есть я планшет не взял и то есть прошла сценка друга я мог пройти мимо фотоаппарата и и взять там соответственно планшет ну и так далее то есть какие то еще тут на палубе сделать процедуры полегче тигр нас там ждут вот он кто от этого откажется внимание зацените маньчжурское золото реальный затонуть сокровища что скажете кап координаты ну да это координаты пункт назначения самолета сможем завтра туда дойти это пара часов отсюда ну по погоде а еще что нашли нашли план полета похоже это был спасательный самолет да логично дальние бомбардировщики применяли так после войны и самолет явно сбили в нем полно пулевых отверстий я одну пулю из визеляжа вытащила мы видели спасательные платы наверное самолет упал не успев их доставить и одного не хватало совести у вас нет смысле я же говорила ничего там не трогать ну хватит не начинай опять я сейчас не про закон но мертвых они не сердили нет вы творите что хотите нельзя было там ничего трогать пренебрежение извинения ну давайте извинимся ты права мы были неосторожны мне очень жаль что так вышло ладно может может и жаль вам вообще не надо было туда спускаться это не к добру думаете можно смело тащить оттуда что хотите но у всякой вещи есть своя энергия вы зовете призраков с морского дна началось об этом я как-то не думал да ты вообще редко думал что раньше я не слышал таких крутых страшилок это вам не страшилки не развлекалочка в океане тонут люди их могилы надо уважать я согласен брэд много страшилок знаешь ну знаю но они конечно с кем мы опять поругались с кем мы поругались и почему у нас особенности оба сказку дала этому видно так ну и поддержка послушаем скептипцизм даже не знаю давайте поддержка послушаем давай мы все уже заинтригованы только она довольно бредовая но давай напугай нас ладно поехали история реальная случилось прямо тут рядом в очень старом мэйди да ну не верю откуда знаешь а ну порту я встретил дряхлого старика просоленного насквозь повязка на глазу деревянная нога и за доллар и я купил это на правду тот маяк стоял в атоле отрезаны от внешнего мира луч света во тьме от рада моряка смотритель слышал как волны бьются о скалистый берег вдруг из тумана выходит женщина она вся в крови и еле бредет по берегу без сила на усмотрителю на руки рыдая он привел ее на маяк и стал расспрашивать а мужик-то молодец ловко так веселье все мысли об этом или раздражение дать промолчим просто она говорит я живу здесь на маяке мои родители сейчас наверху внезапно смотритель конечно сказал вовсе нет он много лет живет тут один а женщина все доказывала что ее родители наверху и вот они идут наверх маяка на полу лежат мужчина и женщина жестоко убитые топором и тут топор но у кого в наше время есть топор рассказываю как есть только факты двух человек порубили на кусочки топором отвращение жуть какая провокация стоит приукрасить факты давайте жуть какая отвращение жить какая ладно и кто убийца а женщина это все мой муж потом на шкаф смотрит и он вон там ну конечно муж вот именно поэтому я замуж как-то не тороплюсь тогда смотритель подкрадывается к шкафу открывает и так и есть внутри человек и он глотку себе вскрыл смотрите в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца ближе ближе и видит что это он сам глаза у него вылезают и он кричит так признательность круто разочарование не страшно да не круто меня ты напугал здорово прошлый раз звучало получше он сойдет ну ладно повеселились и хватит надо лечь поспать а то погода портится не-не-не по стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву что еще за регламент стандартный протокол морского надзорного органа подраздел 1099 видел в интернете на сайте про в любой непонятной ситуации пиво что-то блин там гремит на горизонте слушайте но интересная история до начинает набирать игра потихоньку обороты поначалу прям было ему не так весело ну тут без грозы никуда явно я не попаду час перед в передрягу ох ты блин ну пулю зря тронуле играть мы будем за конрадом я на его месте выпил еще одну бутылку пива потому что сейчас будет пах похоже задница блин я у меня ладони потеют реально стрёмные черти какие-то глянь а это рыбаки стопудово рыбаки не зря он с ними поругался одноглазый пират какой-то так снять ленту кто снимет ленту давай капитан а а а и и и и и и и и опаньки чё не лоб разбито охренеть хорошая плохая да куда уж хуже то плохая новость в том что это могут быть рыбаки которых я взбесил молодец конрад отлично красота а хорошая ну я их узнаю и что тут хорошего я думал с этого пункта начать боже ну ты и кретин что они делают с флис там вопрос давно убить а где брат брэд который так развязать срочно еще сейчас его выкинут за борцы завязанными руками блин за спиной так легкомыслие ты умеешь обходиться с дамами серьезно из чего тебе надо дайте серьезность у тебя надо волнение пожалуйста не надо противостояния пошел ты промолчать дайте промолчим потом с ним разберемся потом с ним разберемся особенности обновлены и какие что то же джулия у нас тут вырос то ли негатив то ли хрен пойми то ли позитив ты первый вид себе хорошо молишь уступчивость ладно возмущение отвали ладно промолчать опять а где бряйна брэд Господи, Конрад! Нет, пустите! Алекс! Эй, руки убери! Алекс! Сволочи! Эй, гондон, хлебал, закрой! Они ее бить не будут. Флис не трогали. А флис, я смотрю, с ними прямо спелось. Бреда видел? Нет, надеюсь, он в порядке. Нет, не видел. Надеюсь, он живой. Давай. Повернись. Руки, ноги, блин, целы. Зачем они ходят наверх этих девок? Я понять не могу, если они там... Ничего с ними не делают. Нет, ну что за хрень? Эй, эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего, не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег? Ммм, выкуп хотят. Понятно. Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Восемь секунд. Шторм в восьми милях. У них был катер, может его угнать? Да. Да, у них катер. У главаря есть пистолет. Сделаем все четко. Застанем их врасплох и вырубим. Так, уверенность, надо на них наброситься. Беспокойно, я смогу пробраться на катер. Да, уверенность, надо на них наброситься. Надо наброситься. Забрать ствол. С пистолетом мы отобьемся и заставим их сдаться. Семь секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышать. Мы дождемся удара грома. Отлично. Я вылезу в окно, обойду по борту и нападу оттуда. Мы нападем с другой стороны. Не бросай нас, ладно? Ладно, пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Конрад, дуй на другой борт, нападем вместе. Интересно, услышали или нет? Тут просто... Тут просто, а ну-ка, что, что? Тревога, безрассудство, остроумие, нетерпение. Давай посмотрим. Что они с этой тусят? С подругой на палубе. Что они там обсуждают? Так, тут нам нужно спокойно, просто... Иди-ка, ты пришел. Схватить нож, конечно. Ну, бросай. Конрад! Тише. Флис, я справлюсь. Доверься мне. Флис, я справлюсь. Взять, сбежать. Взять пистолет. Ёппарас это. Так, безнадежность и настойчивость. Гони этих козлов. Та давай, гони этих козлов. Гони этих козлов. Пошел с нашей ядой. Вали. Нет. Вот так. Нет. Твоих рук дело. О, нет. Они... Они ее застрелили. Кранты. Блин, ты шо? Тревога, нетерпение, безрассудство, героизм. Фа-кап произошел. Садись. Вон там. Ты. Сюда. Псят. Жива. Что она вдруг на французском заговорила? Да, они так лучше понимают. Олсен. Сюда. Блин, я думал, реально они выберутся из передряги и победят этих одноглазых чертей, но... И кто из вас не расскажет про это манчурское золото? Я просто в шоке, короче, что... Кранты. Деваки. Ну вот, как бы... Держись. А, она живая. Держись. Все, обойдется, Джонс. Она живая, слава богу. Для чего этого и течет с головы кровь? Какие же мы идиоты. Легко отделались. Меня могли убить. О чем ты думал? Дело не только в тебе, Джули. Пошла жара. Мы могли их одолеть, и не сидели бы сейчас в дерьме. Так! Заткнулись живо! Так, за заверением, мы просто разговаривали. Или агрессия хватит? Да, мы просто разговаривали. Мы просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Да ладно. Мы просто болтаем. Чего ты? Все, тихо. Капитан сказал заткнуться. Заткнулись. Что у него по носу течет кровь? Тихо. Все мы. Ты. Со мной. Эй, оставь ее. Узнай, сколько пройдет за шторм. Но только. Давай без глупостей. А то сильно пожалеешь. Ясно? Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Так, вызов. Попросить о помощи. Уступчивая сильный шторм. Давайте. Я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию? А то у нас тут потряхивает. Прием. С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти. Все в порядке, Дюк. Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает непогода. Опаньки, отчаяние. Серьезные проблемы, заверения, все нормально. Так, серьезные проблемы, блин. У меня тут возникли трудности. Все пошло немного не по плану. У нас начались серьезные проблемы. Эй, не осторожен. Так. Я думал, там он может... Она может и схлопотать. Но она, конечно, говорить о том, что лодку захватили, не стала. Не стала. Блин, успел. Успел схватиться. Я тут вообще решил что-то почухаться. Не думал. Тут даже две кнопки, короче. Нужно нажать, чтобы не улететь с лодки. Я надеюсь, не в течение часа нас будет трусить тут и кнопки жать. Может, один из этих улетит? Так, ухватиться помочь. Эй, вперед! Давай. Ну, спасибо. Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он. Завал, короче. Действительно, про Брэда забыли вообще напрочь. Оптимизм. Он может помочь. Тревога, он может утонуть. А он может утонуть. Нельзя его там оставлять. Он может утонуть. Надо его вытащить. Он в опасности. Брэд, бро, выходи. Живей. Ну, по идее, мы могли просто его оставить там. Может быть, он действительно бы помог. Получается, мы как бы его спалили. До этого, по всей видимости, никто из захватчиков не знал, что Брэд прячется где-то в каюте. Ну, вот, как только это получилось, что его не засекли. Яхта действительно, наверное, крохотная. Ой-ой, это тот, который выпрыгивал за борт и на лодке помер от удара. Да, друзья, напоминает, вот, некоторыми моментами, опять же, корабль-призрак вспоминает. Да, никто не умер. Все могло сложиться совсем иначе. По доброте душевной я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Так, любопытство, то предупрежден вооружен, уверенна, что будет, то будет. Давайте любопытство немножко. Отлично. Что-то смех у него истерический. Прямо к поэту. Венецианский купец, акт второй, сцена седьмая. Принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает. И все злато, что блестит, вот что мудрость говорит. Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Снова открыта особая возможность у нас тут. Я просто нажал это R1, думал, может быть, как-то ее можно просмотреть. Но нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова не смогут сбежать на корабле. Он снял какую-то деталь. Ну и мы потихоньку загружаемся на корабль. Я бы, конечно, не знаю, как вообще поступил в данной ситуации. Реально просто беспредел эти ребята. Одноглазый с ними Джо. Вообще похреневший тип. Был уверен, что на корабле мы сможем, ну, на лодке сможем их забороть. И, знаете, ну, как-то, ну, думал, может, начнется как что-то другая какая-то история. Но там явно было все сделано так, чтобы мы попали на корабль. Единственное, единственное, что, возможно, не в полном составе мы могли попасть сюда, если бы кто-то погиб. Так, играем мы за Конрада. Графоний здесь вообще просто максимально крутой. Правда, темновато. Ну, зато атмосферка. Правильно, это что такое? Ты не дал почитать нам агрессор. С карифанами поговорить никак. Что-то видения мне не попадаются. Всего три видения из 50. Точнее, три секрета из 50. Оп. Это что произошло? Что она уронила? Охренеть. Блин. Дружище, там сзади, я тебе говорю, трупак, эй, друг. Ай, ну ладно, он не идет в ту сторону. Я думал, может, знаете, как это там произойдет мордобой. Я что-то застрял. Я готов шевелиться, только куда? И я не подписывалась на этот ужас. Что-то тут есть такое жуткое, что даже волосы на всех местах шевелятся. Да, особенно вот этот плакат Mask of Madness. Маска безумия. Что это такое? Надо было, блин, подробнее его рассмотреть. Что-то я поторопился. А можно назад вернуться? Ну-ка, давайте. Ага, я понял. Опять этот парень агрессивный. Эти цепи нет. Это просто правильно. О, крестик. Помните этого парня, который крестиком вначале пытался спастись при помощи этого креста? То есть он думал, что нечистые силы отступят. Так, а это что такое? Миллер. Одежда. Ну, на нее только можно посмотреть. Больше никаких действий совершить нельзя. Давайте дальше тогда двигать. Этот, блин, реально агрессивный. Не дает прям. Он напоминает мне тирана из Resident Evil 2. Такой же темный, такой же, блин, стремный. Короче, не дает нормально тут осмотреться. Может тут... Может я что-нибудь найду интересное, не? О, черт. Антоха, привет. Я тут, видишь, в Мэйн оф Медан погрузился. Какой-то билет International Memorandum. Внутренний циркуляр. Четырнадцатая пехотная дивизия. Завтра ты заменяешь Паттерсона. В карауле он снова заболел. По случайному совпадению как раз тогда, когда ему надо нести вахту в отсеке 3А. Первая вахта в 12 часов. Далее смотри график нарядов. Уильям П. Форд. Копии для интенданта АМС. Опять третий раз уже за эту неделю. Никому из нас туда не хочется. Хватит Паттерсону симулировать. Выполняй. Вот такая вот Паттерсон там. Значит, пытался прогулять свою вахту. Не-не-не, тебе кажется, все, картинка шикарная. Просто, возможно, потому что темно. Возможно, потому что темно. И, конечно, поставь максимальное качество просто трансляции. Так, в итоге нас в каюту. Завели всех. Я очень рад, действительно, что выжили все пока что у меня. Все пять человек. Не знаю, как дальше сложится. Но я думал, что я просто держался за лицо тут, когда... Когда выстрелили в деваху, я думал, ее убили. А ее просто вырубили. Дай фонарик. И нормально. Просто постучал, говорит, дай фонарик. И ему раз, именно, без всяких проблем, вручили фонарик. Так. А ну-ка, пять секунд. Да, Джулию, я думал, убили. Вот. А у Флис, оказывается, зажигалка. Ну, на то она и капитан. У нее есть огонь. Уверенность, покинутый корабль, озадаченность, эти недоумки вроде испугались. Да, эти озадаченности, испугались. Эй, даже эти придурки зассали. Думаешь, корабль маньчжурское золото? Мы сейчас поблизости от тех координат. Нельзя просто сидеть. Нужен план. Да. Мне кажется, мы сейчас не в том положении, чтобы хоть как-то трепыхаться. Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля. Так, а одобрение здесь опасно, или подавленность меня здорово побили? Не, одобрение здесь опасно. Это же один раз дали в глаз что-то. Мы уже пытались сбежать, и по-моему, нихрена не вышла. У них крышка трамблера. Без нее мы никуда не уплывем. Знаешь, первым делом надо добыть крышку. Надежда, заменить ее. Любопытство, что это такое. Надежда, давайте. А мы можем, типа, заменить ее? Нет, ее не заменишь. Нам нужна крышка трамблера. Пока они ищут маньчжурское золото, или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Мы, кстати, могли 100% Брэда оставить на яхте. Ну, отношения, кстати, у нас достаточно неплохие. Но это Конрад, отношения со всеми, как бы, ребятами. Вот, но пока я этого точно не знаю. То есть, так, что это такое? Это похоже на выход. Не, не, почти отменить, отменить. Стой, стой, стой. Или давайте продвигать. Просто я хотел еще осмотреть комнату немного, а потом уже сюда ломить. Я тут кое-что нашел. Решетка, видимо, вентиляция. Так, пусть он пока там не разбирается, мы тут осмотримся. Вот, еще что-то интересное. Тачки. Стремненькие. С кем-нибудь поговорить можно, нет? Вот, записка еще какая-то на столе. Мисс Ривера. Локвуд Драйв 275, квартира 2. Кресланд Спрингс, Цинценати, штат Кентукки. Привет, куколка, я так по тебе скучаю, мне еще 3 месяца до отпуска. Я сразу же отправлюсь прямиком в твои объятия. 3 месяца. Я был с ребятами в увольнении на берег, выпил там немножко пива, но ты не волнуйся, я думаю только о тебе, если понимаешь о чем я. Как там работа, надеюсь, твой босс тебя не донимает. Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться, но все равно, жаль, что я так далеко и не могу тебя защитить. Пока я стою в карауле в трюмах, только и дело, что размышляю. Внизу темно и страшно. Другие парни видели, как вокруг кто-то бродит, но это всегда в моем сердце, но ты всегда в моем сердце и бережешь меня. Скоро я приеду, найду работу механиком, и тогда мы сможем пожениться и завести двоих детей. Мы будем счастливы вместе вечно. Очень тебя люблю, целую, Миллер. Ну, одежду Миллера мы, кстати, там видели на койке. Ну, мне кажется, никто не выжил с этого корабля. Так, побеседовать с друг другом нельзя. Вот тут еще какая-то у нас коробка и какие-то, гляньте, какие-то заметки, то ли зацарапано. А. Продолжение следует...